Здравствуйте! Сегодня мы разбираем учебник Keywords for Clancy или ключевые слова для беглой речи. Сегодня урок второй. Слова, словосочетания, которые мы употребляем со словом комната. Итак, глаголы плюс слово комната. To share a room – делить комнату с кем-то. Tidy your room – убрать свою комнату, прибрать свою комнату. Let out room – сдавать комнату. A bright room – светлая комната. A comfortable room – уютная комната. A tidy room – убранная. An untidy room – неубранная комната. A single room – одноместный номер. Twin or double room – двухместный номер. A twin room – это комната, в которой есть две односпальные кровати. A double room – это одна двуспальная кровать. The spare room – свободная комната. The next room – соседняя комната. The room is crowded. Комната переполнена, то есть немного людей. The room is locked. Комната заперта. A waiting room – комната ожидания. Ожидание at the station. На станции, на вокзале, on hospital или в больнице. Первое упражнение. Брайн promised that he would tie his room, but he left it in a mass as usual. Брайн обещал, что он, would tie будущее в прошедшем, уберет, приберет свою комнату, но он оставил ее в беспорядке, как обычно. I used to share a room with my sister when I was young. Мы помним, что оборот used to используется, когда мы говорим о действиях, совершаемых в прошлом регулярно, но сейчас мы этого уже не делаем. Перейдем мы к конца. Когда я был маленьким, я делил комнату со своей сестрой. My aunt has a very large house. She lets out one of the rooms to steal it. Моя тетя имеет очень большой дом. Она сдает одну из комнат студенту. Второе упражнение. Соединяем половину. Если Анна решает остановиться, остаться на ночь, она может спать в свободной комнате. My sister's room is always tidy, but mine is always in a mess. Комната моей сестры всегда убрана, а моя всегда в беспорядке. Я бы хотела заказать двухместный номер с балконом и видом на море. На вечеринке гостиная была настолько переполнена, не было места при себе. We'll need to find someone with a key. The room's locked. Нам нужно будет найти кого-то с ключом. Эта комната заперпает. Кухня, это кухня, очень светлая комната. Она получает солнце, солнечный свет, но большую часть нет. Я могу, ясно, я мог бы, ясно, услышать телевизор. Как работает телевизор, мы можем сказать, в соседней комнате. Сиденья, или мы можем сказать, стулья, в комнате ожидания были жесткими и очень неудобными. И посмотрим, что у нас в примечании. Обратите внимание, отметьте эти различные типы комнат. The bedroom, это у нас спаль. Bed, это кровать. The living room, or the sitting room, это гостиная. The dining room, это столовая. The bathroom, это ванная комната. Так, и здесь следующее, разберем выражение. Their living room has a wonderful view. Их гостиная комната имеет чудесный вид. It looks onto the lake, and you can see the mountains in the distance. Она смотрит на озеро. И вы можете дословно увидеть горы вдали. Our living room overlooks the park. Наша гостиная комната выходит или смотрит на парк. Have you seen the film, or read the book, A room with a view? Вы смотрели фильм или читали книгу комнаты с видом? И дальше нам нужно обратить внимание на предлоги в следующих выражениях. I looked around the room, but I couldn't see her. Looked around, это осматривать комнату. Я осмотрела комнату, но не увидела нее. She was standing across the room from me. Скобочка. On the other side of the room. Значит, to stand across какого-то места, это на другом конце. Она стояла на другом конце комнаты. Так, мы разобрали с вами второй урок. Продолжение в следующих видео. Заходите на наш сайт. Ссылочка на сайт дается под видео. Всего доброго и успехов вам! Субтитры сделал DimaTorzok